Все новости этой пятницы прямо сейчас в программе День с толком. С вами Мария Мацаева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Краевой суд отказал в проведении митинга против роста тарифов на главной площади в Бийске. Администрация Наукограда также не удовлетворила требования организаторов протеста. Хотя на этот раз они просили провести мероприятие на противоположной стороне Петровского бульвара. То есть подальше от сцены и елки, которую до сих пор не демонтировали в Бийске. В администрации считают, что массовое мероприятие рядом с елкой и сценой может быть небезопасным для людей. Бийская история вокруг митинга, который хотят провести против роста тарифов ЖКХ, продолжается уже несколько недель. И удивляет ярым противостоянием сторон. Власти города отклонили уже три уведомления от активистов. Дважды отказ в проведении протеста на главной площади города мотивировали наличием на ней снежного городка и грядущими работами по демонтажу каркаса искусственной елки. Мэрии предложили активистам альтернативную площадку – ульно комбината, что в девяти километров от центра города. Но последних такой вариант не устраивает. В итоге они попросили разрешения провести мероприятие на противоположной стороне Петровского бульвара, подальше от елки и сцены. И указали меньшее число участников – 700 человек. Но в третий раз чиновники сказали свое «нет». Отметим, елка в Наукограде до сих пор не демонтирована. Добавим также, что организаторы дважды отстваивали право на митинг в центре города в Бийском суде и сегодня в Краевом. Но суды не поддержали активистов. Правда, они все равно не отчаиваются и намерены и дальше бороться за проведение протеста. Каким образом, сейчас определяются. На следующей неделе продолжим эту тему. А теперь к другим темам. Предприниматели из Новоалтайска жалуются на то, что администрация города отказывается предоставлять в аренду земельный участок для бизнеса. Хотя, по словам мужчины, на отрезке земли находится его имущество – железнодорожный тупик. Городские власти после ряда судебных разбирательств говорят о том, что тупик построен самовольно. И перед тем, как выставлять землю на торги, участку нужно вернуть первоначальный облик. Валентина Аскерова попробовала разобраться в теме и при этом не попасть в тупик. Хотят именно этот участок снести, все и разобрать, чтобы здесь не было. Освободить участок земли от железнодорожного пути – таково решение арбитражного суда Алтайского края. Эта городская земля суд усмотрел на участке признаки самовольной постройки подъездного пути. Однако Константин Скворцов говорит об обратном и показывает документы о правах собственности на железнодорожный тупик. В итоге земля города, имущество частное. Сейчас мужчина борется за сохранение тупика и через суд пытается добиться аренды земельного участка, чтобы продолжить бизнес. Тупик, вообще проводился капитальный ремонт данного сооружения с целью поставки энергетических ресурсов, то есть угля, по более низким ценам для населения. В этом году мы уже не можем поставлять уголь, поскольку у нас уже судебные эти все тяжбы зашли до такой степени, что уже тут приезжают приставы, сносить все это быстро-быстро, поэтому я не могу ставить сюда уже вагоны на этот объект. Юрист Скворцова рассказала, что они неоднократно выигрывали в суде возможность на предоставление участка в аренду ее клиенту. Четвертый раз нами сейчас подано заявление о предоставлении данного земельного участка, ну не знаем, какая там будет причина опять придумана. Вот нами в данный момент подано плюс еще заявление в прокуратуру и в следственный комитет на злоупотребление правом, потому что именно администрация это единственный орган, который может предоставить земельный участок. Но ситуация непростая. Земельный участок Скворцова мэрия может предоставить, только выставив его на торги. Но сделать это администрация не может, потому что участку нужно вернуть в первоначальный облик. Это уже должен делать человек, который сегодня платит аренду за эту землю, еще один бизнесмен. Но Скворцов не позволяет ему снести свое имущество. Но есть судебная экспертиза, которая говорит о том, что на дату передачи земли тупик находился как минимум полгода. Спутниковые снимки, которые они просто игнорируют. То есть суды, как бы первой инстанции, конечно, этой экспертизы не было, и поэтому были приняты такие решения. Но по словам юриста администрации, бизнесмену, который сегодня арендует участок, передавали землю без ЖД тупика. Если мы говорим сегодня о том, что в этом запутанном и сложном деле есть какое-то предвзятое отношение, то я хочу заверить и наших слушателей, и вас, как компанию, которая занимается этим вопросом, что никакого незаконного отношения со стороны администрации нет абсолютно. Более того, мы стараемся осторожно и объективно разобраться во всех хитросплетениях этого непростого дела. Сейчас администрация города вновь вышла в суд с требованием аннулировать права собственности Скворцова на железнодорожный тупик. Хотя, возможно, вся эта запутанная история могла бы закончиться куда быстрее, если бы все стороны еще раз сели за стол переговоров. Легкий заработок или подстава на дурачка. В Барнауле на кольце Малахова-Власихинская два года работала банда мошенников. Они инициировали ДТП и получали со страховщиков серьезные суммы на восстановление машин. Недавно группу лиц арестовали и возбудили уголовное дело. Но прекратились ли автоподставы, расскажет Дмитрий Дроздов. Всем автолюбителям известное кольцо напротив магазина «Ашан». Здесь каждое утро случается ДТП. И последние два года «Ашановское кольцо» стало известно тем, что здесь орудует банда автоподставщиков. Выезжал на Власихинскую и почувствовал, что произошел удар в правую сторону моей машины, где бампер и Крылова. Но это явно была автоподстава, 100%, потому что как только авария произошла, этот человек вышел из белой машины и начал на меня гнать, что я виноватый, что я делаю, почему я так еду, что такое. И я еще даже не начал отвечать, уже подъехал аварком, уже начинаю это оформлять. Я смотрел в правое зеркало, смотрел за этой машиной, и я был уверен, что он меня пропускает. Я не знаю, может быть мне там показалось, или он реально мне фарами моргнул, мол, проезжай, и все. Я был уверен, что я спокойно сейчас выйду с кольца. Но как только я начал пересекать уже крайнюю правую полосу, эта машина ускорилась, и получается, что он в меня как будто въехал. Замудренную схему автоподстав и придумывать не надо. Чаще всего водители все делали сами, не выдерживали безопасную дистанцию и съезжали с кольца неправильно, не с крайней правой полосы. Тогда инициаторы аварии совершали резкие маневры перед машинами-жертвами и провоцировали аварии. По данным правоохранителей, мошенники действовали на японских праворуких авто. Пострадавших 120 человек и несколько страховых компаний. Шесть страховщиков понесли общий ущерб на 50 миллионов рублей. Самый главный момент – это дорогие запасные части. То есть будут выбирать автоподставщики однозначно, что сама машина по себе недорогая. А когда страховщики рассматривают случай, то там большие выплаты за счет того, что большие стоимости запасных частей. К примеру, случилось ДТП и у машины пострадало дверь, крыло и бампер. Весь ремонт и запчасти у леворуких машин примерно будет стоить от 50 тысяч рублей. Что касается леворуких, еще и японцев. Там сумма от 100 до 150 тысяч. Жертвам мошенников сочувствуют не все. Часть барнаульцев уверены, что виноваты сами люди, мол, неправильно ездят по кольцам. По данным ГИБДД Барнаула за 2022 год на кольце Малахова-Власихинская зафиксировали 25 аварий. В остальных случаях либо расходились на месте, либо проходили через аварком. Однако юристы уверены, защитить себя можно, если среагировать сразу и не прогибаться под автоподставщика. Первонаперво наличие регистратора и соблюдение правил ПДД. Видеорегистратор здесь хотя бы поможет установить факт, имелась ли у лица техническая возможность остановить транспортное средство. Третий аспект – это именно заявлять, вызывать сотрудников, вызывать наряды, проверять данные факты и назначать и проводить транспортные экспертизы. Сейчас банда автоподставщиков задержана. Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Однако нам стало известно, что пару дней назад, утром на этом кольце, в машину вновь въехал праворукий японец. Совпадение? Или автоподставщики все еще среди нас? В любом случае, будьте внимательны и проезжайте на кольцах по правилам. Волонтеры сообщества «Добрая воля-22» решили сдать кровь, чтобы помочь участникам спецоперации. Денежную компенсацию, которая положена всем донорам, активисты хотят передать на нужды СВО. В Алтайском центре крови напоминают, что подобные массовые акции должны быть согласованы. Дело в том, что служба крови закрывает потребности всех медицинских организаций края. Ежедневно в регионе сдают кровь порядка 500 доноров. Этого вполне достаточно. Помощь оказывается в плановом порядке. И если в центре без согласования придет целый коллектив или большая группа волонтеров, возникает переизбыток крови, а у нее достаточно короткий срок годности. Если у кого-то появляется желание организовать акцию по сдаче крови, этот вопрос необходимо с нами обязательно согласовывать. Мы должны это количество людей запланировать на определенный день и вписать в наш график по забору крови. В противном случае мы можем отказать определенным донорам с определенной группой крови в донации, потому что эта кровь на данный момент не будет востребована. Подробнее о том, где и когда состоится донация, волонтеры доброй воли сообщат позже в своих соцсетях. А теперь к другим темам. Неожиданно, но власти города пытаются спасти одно из старейших зданий в Барнауле. Речь идет о бывшей богадельне купцов Пуртовых, которая находится на Социалистическом проспекте. Уже порядка 10 лет дом просто осыпается, и это вызывает недоумение у общественников. Кто сейчас является собственником здания, об этом в материале Ирины Корчагиной. Старейшее здание Барнаула – богадельня купцов Пуртовых. Сегодня головная боль для местных чиновников. Принято считать, что это здание было построено еще в начале 19 века купцами-меценатами для частной богадельни. В разные годы здесь было и коммерческое собрание, и госбанк. В годы Великой Отечественной войны госпиталь, потом краевая больница. Последние 10 лет дом пустует и теряет свой облик. Оно ведь было изначально одноэтажным. Второй этаж настроили значительно позже, это где-то уже 70-е годы. Кроме того, по социалистическому уже стояло изначально несколько зданий. И та часть, которая была по Гоголе, это было вообще отдельное здание. Их все объединили, когда все это делали единым комплексом больницы. То есть нынешний внешний вид, конечно, не так много общего имеет с тем, что увидели бы, допустим, наши предки 100 лет назад. С 2011 года право собственности на здание зарегистрировано за Российской Федерацией. А вот полномочия собственника осуществляет территориальное управление Росимущества, которое пока как собственник сделало ничего, чтобы привести облик здания в надлежащий вид. Данное здание неоднократно осматривалось нашими специалистами. Было установлено, что фасад содержится недлежащий в состоянии. Это касается не только эстетического его содержания, но и технических сторон. В связи с чем было обращение в суд, который обязал не только восстановить штукатурный лакокрасочный слой, но и восстановить разрушенные элементы, которые, в принципе, могут создавать угрозу жизни, здоровью граждан, прохожих. В суде представители Росимущества с исковым требованием не согласились. Но арбитражный суд все же обязал ведомство отремонтировать фасад. На это отведено 7 месяцев. Росимущество уже подало жалобу. Похожая история с ремонтом затянется надолго. Наверное, главный путь, по которому можно здесь пойти, это просто передать это здание какому-то учреждению, ну, наверное, государственному, раз оно находится в государственной собственности, госучреждению, которое могло бы отремонтировать его, даже не отремонтировать, а в идеале это отреставрировать, и занимать его, в общем-то, пользоваться, почему нет. Краевед Данил Дегтярев уверен, конкретно это здание еще можно спасти от полного развала. Борьба за многие другие памятники прошлого, к сожалению, уже проиграна. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком. На здании самого известного долгостроя Алтайского края художественном музее появилась вывеска. Напомним, что грандиозная стройка началась еще в 2012 году. Несколько раз работы проходилось останавливать. В очередной раз завершение строительства анонсировали на конец 2023 года. Но недавно появилась информация, что сроки вновь могут сдвинуться. Сейчас отставание от графика составляет 6-8 месяцев. Причина – существенное подорожание стоимости строительных материалов. В общей сложности на реконструкцию музея направят 1,6 миллиардов рублей. Из Кюнселя на Алтай. Семья немцев переехала в алтайскую глубинку Солонешинского района, чтобы, как выразились они сами, познать настоящую жизнь. Что же так привлекло жителей, развитые из европейской страны в России, и почему они выбрали именно алтайский край, расскажем далее. В этот год у нас такие хорошие, чужолые ты какой, ты какой же чужолый. В село Степное семья Зеллингеров вместе с дочерью перебралась из Германии еще полтора года назад. За это время успели обжиться на русской земле. Обустроили небольшой дом и даже создали свое подворье. А все для того, чтобы быть ближе к чистой природе. Самое главное – вода и воздух. Продукты, которые у нас есть, они не обработаны. Все свое. Огурцы, помидоры, теплицы мы поставили больше, чем 10 метров. И в Германии я немножко занимался, как хобби, пчелками. И мне это понравилось. Я думаю, в Алтае спрос есть. Лето прошло, сейчас февраль, до сих пор еще кристаллизация не произошла. Сам Владислав родом из Казахстана, откуда еще в детстве уехал с родителями в Германию. Отучился на механике и работал на одном из известных немецких заводов по производству авто. Со своей супругой Жанет, коренной немкой, познакомился в церкви на христианском кружке. Пара вместе уже 24 года. Проводить семейные вечера с музыкой продолжают и на Алтае. Мы искали какой-то жизненный опыт, эксперимент. Хотели вырваться, может быть, так можно сказать. Хотели познать настоящую жизнь, своими трудностями, как раньше жили. И вот у нас такая мечта была жить и себя самого обеспечивать. Испытать себя Зеллингером действительно удалось. Неизвестная страна свои трудности. В диховинку немцам стала наша бюрократическая система. Им еще предстоит сменить справку о БМЖ. А в самом начале переезда пришлось повозиться с оформлением документов на дом. Бумаг не было, земля не оформила. Потом ребенок, наследственник умер. И чтобы потом до ума довести, это была целая история. Когда сюда приехал, я не знал, что такое МФЦ, я не знал, что такое БТИ. Я вообще ничего не знал. А еще необходимо преодолеть языковой барьер. Если Владислав неплохо говорит на русском, а его дочка Эмилия в школе изучает наш язык, то Жанет только предстоит освоить наш великий и могучий. Я не понимаю по-русски. Я не понимаю, что если ты уйдешь, то я должен объяснить, что я не могу объяснить. Да, проблема диалог вести. Но обрести русское счастье с немецким акцентом семье все же удалось. Алтайская земля стала домом для переселенцев. Кстати, в Степном они не единственные немцы. По соседству живут еще четыре семьи из Германии. Они помогали супругам освоиться. И такой интерес со стороны европейских жителей только возрастает. Владислав и Жанет регулярно консультируют желающих переехать в Россию. Говорят, среди их знакомых таких семей уже полтора десятка. Добавляют, сейчас самое время укреплять русско-германские отношения. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем продуктивной недели и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин.